Добрый день уважаемые рыбаки! Сегодня у нас по календарю 9 апреля 2022 года, а это значит уже идет весна вовсю и недели через 2-3 в нашем регионе, по крайней мере, в Акмолинской области можно уже будет рыбачить на открытых водоемах. Наступает долгожданный сезон летней рыбалки. Сегодня я вам хочу показать, как я делаю монтаж с асимметричной петлей кормушкой для ловли так называемой фитерной снастью, донная ловля. Монтаж этот очень простой, в изготовлении делается достаточно быстро и достаточно эффективен при ловле мирной рыбы. Карась, линь, подлещ, карп. Для изготовления данного монтажа нам понадобится леска с флюрокарбоновым покрытием, мы будем использовать диаметром 0,25. Можно использовать и тоньше, просто на том водоеме, где я постоянно рыбачу, там зачастую может попасться карп довольно крупных размеров, поэтому я беру более толстую леску. А так, конечно, в зависимости от водоема, на какую рыбу вы будете рыбачить, можно использовать более тонкие диаметры лески. Кормушка вот такая, они бывают разных видов, но в принципе круглые, квадратные, прямоугольные, в зависимости от веса на ваше удилище, также еще нужно подбирать. Но в целом конструкция у них одинаковая. И карабинчик. Карабинчик также подбираем в зависимости от веса вашей кормушки, чтобы он не сломался. Поэтому здесь нужно подбирать соответствующий вес. Карабинчик так. Так, давайте начнем. Леску я уже заранее отрезал. Берется леска сантиметров 70-80 длиной, отрезается и складывается она пополам. И вот в том месте, где она складывается, мы делаем петлю методом восьмерки, как, наверное, все знаете. Кто не знает, делается очень просто. Вот складывается леска. А так загибается. Соответственно, потом проворачивается один раз. И вот эта вот петля, которая у нас осталась, она проводится снизу вверх через получившуюся петельку. Вот у нас такая вот восьмерка получается. Поэтому он на свое название получил восьмерка. И затягивается. Предварительно нужно либо водой, либо слюной смазать вот это место затягивания, чтобы леска у нас не лопнула. Впоследствии все затянули. Вот у нас получилась вот такая петля. И два конца лески. Что делаем потом? Вот у нас здесь небольшой гвоздь установлен для удобства. Ну, это можно делать, как кому удобно. Можно даже зубами зажимать. Мы оттягиваем на гвоздь. И вот эту леску вот так вот начинаем косичку заматывать. Заматываем косичку. Ну, я так сделал, чтобы наглядно было вам видно. Вообще, я зажимаю эту конец петли в зубах. Более удобно потом будет делать косичку. Сейчас я вот для быстроты сделаю, как я делаю всегда. Ну, вот у нас получилась вот такая косичка, такой длиной примерно сантиметров 10-12, больше чуть. Это ее длина зависит от длины кормушки. Я вам покажу потом. Как это сопоставляется. Опять я сделал методом восьмерки, уже показывать не буду. Узел. И у нас опять осталось два свободных конца лески. На один из них мы одеваем наш карабинчик. Его желательно изначально застегнуть, чтобы он потом не мешался, не задевал за леску, не путался. Все, мы одели карабинчик. Совмещаем два этих... Раз, здесь переворачиваем, чтобы ничего у нас не путалось. Совмещаем два конца свободных лески, где-то сантиметров, ну, я думаю... 12-15, вот так вот. На одном, как вы видите, у нас расположен карабинчик. И вот теперь, почему называется асимметричная петля. Тот конец, на котором расположен у нас карабинчик одет, мы его немного вот так вот сантиметра на 2-3 буквально оттягиваем. Получается, он у нас по длине один конец будет. А в этом месте мы опять, как я говорил, сантиметров 12-15, где мы оставили, мы опять методом восьмерки, вот, леску складываем вот таким образом. Получается у нас раз петля. Эту петлю мы вот так вот проворачиваем один раз. Все, что у нас осталось, вот снизу первая петля, вот здесь у нас получается косичка, карабинчик. Мы все это дело снизу вверх опять проводим со всем, что у нас есть. И вот у нас опять получается восьмерочка, как вы видите. Все это предварительно опять смачиваем и затягиваем. Затягиваем крепко. Все. Вот у нас, как вы видите, вот карабинчик будет свободно ходить по более длинному, так скажем, рукаву-карамыслу. Вот такая конструкция должна получиться. Теперь, где вот у нас последний узел мы сделали, один конец, вот просто-напросто, без разницы какой. Отрезаем покороче к узлу. Он нам не нужен. И оставшийся конец, свободный, мы опять на нем делаем петлю методом восьмерки. Складываем вот так напополам кончик лески. Держим двумя руками, накладываем друг на друга, проворачиваем, все это поддерживаем пальцем. И оставшийся конец снизу вверх опять мы проводим. У нас вот получается опять восьмерка. Смачиваем все это дело и затягиваем. У нас вот здесь получилось опять петля. Вот этот кончик оставшийся мы вот так же аккуратненько обрезаем. Получаются у нас петли вот эти получились с двух сторон нашего монтажа. Вот посредине у нас получался, получается карабинчик висит на длинном рукаве. После чего, когда у нас все это готово, на карабинчик вешается леска. Ой, леска, извиняюсь, кормушка пристегивается. И вот здесь я расскажу для чего нужна длина вот этой косички. В натянутом состоянии, когда мы вот так вот натянем все это с двух сторон. Видите? Вот у нас леска натянута. С учетом вот этой длины более длинного рукава, с учетом длины карабинчика и кормушки, она должна быть короче. Кормушка не должна заходить вот за вот этот узел. Это для того делается, чтобы при забросе леска не запутывалась об кормушку. Потому что она будет, когда висеть, вот так вот видите, она за счет косички, вот за счет косички она приобретает жесткость. И не соприкасается с кормушкой в свободном положении, когда при забросе. С этой стороны у нас будет висеть крючок, поводок с крючком. А вот этот конец, он будет приделан к основной леске на вашем удилище. Вот, дорогие друзья, когда у нас монтаж уже весь готов, мы вот на эту сторону, где у нас косичка была связана, заплетена вернее, одеваем поводок с крючком. Петля в петлю делается это так. Вот у нас петля на самом монтаже. Вот на поводке с крючком тоже петля на конце. Мы одну петлю, допустим, с крючка начинаем, проводим в петлю, которая у нас на монтаже. Вот еще раз, можно так сказать, снизу вверх петлю проводим. И потом этот крючок берем под конец крючком и проводим в его же петлю, которая расположена на поводке. И получается, потом затягиваем. И у нас крепкий, надежный, без узлов получается стык петля в петле. Все. С этой стороны, которая с другой стороны на монтаже петля, мы ее проводим так же петля в петлю на основную леску на удилище. В итоге, когда у нас кормушка с кормом, соответственно, будет висеть, перед забросом у нас вот здесь на косичке, дальше будет располагаться поводок с крючком. И за счет жесткости косички вот эта леска не будет соприкасаться с кормушкой и при забросе не будет запутываться, как-то там об кормушку задевать. Вот так изготавливается монтаж с асимметричной петлей для аддонной фидерной ловли. Всем удачи, всем хорошего, клево. Теперь, когда у нас монтаж полностью собран, покажу метод его действия, почему называется с асимметричной петлей, для чего это надо. Вот у нас, допустим, здесь какая-то наживка, кукуруза, перловка, червь, опарыш. Вся снасть мы закинули, лежит на дне, допустим, она. Вот здесь кормушка с кормом. Вот с этой стороны вот так вот покажу, вот тогда лучше, наверное, путь вида. Вот, допустим, это все лежит. С этой стороны у нас располагается крючок с наживкой, как я говорил, это все лежит на дне. Когда рыба заглатывает наживку, соответственно, после этого она начинает натягивать леску. И вот, смотрите, когда леска тянется, за счет более одного длинного плеча, на котором у нас расположен карабин и кормушка. Первоначально кормушка с грузом, с кормом, она находится в статичном положении, просто лежит на дне. Рыба тянет потихоньку крючок с наживкой и она не чувствует сопротивление веса кормушки, поэтому безбоязненно тянет и заглатывает его дальше. После того, как у нас вот этот свободный ход будет выбран, после этого только начинает двигаться кормушка, рыба начинает чувствовать вес этой кормушки, но уже поздно, она глубоко заглотила наживку, и в это время нужно подсекать. И как бы это, за счет этой конструкции обеспечивается высокий процент подсечки рыбы. Не будет у вас, особенно если рыба более-менее крупная, не будет у вас пустых сходов, потому что она свободно сначала приманку на леске заглотила на крючке, леска легкая, ничего не мешает, рыба ничего не чувствует, никакого подвоха, начиная дальше уходить, и только спустя какое-то время она чувствует вес кормушки, но уже в это время поздно, и вы с хорошим уловом после таких манипуляций возвращаетесь к себе домой. Еще раз всем ни хвоста, ни чешуи, удачной рыбалки!